Внутренние тренеры За этот период мы подготовили 48 наших специалистов в роде внутренних тренеров. Считаю, что это достаточно небольшое количество, но опыт очень положительный. И мы внимательно смотрели за тем эффектом, который дает результаты этой работы. Поэтому, сделав оценку, как это все происходит, что мы получили, мы решили продолжать дальше. Прежде чем стать внутренним тренером, каждый участник программы прошел тщательный отбор. Требования к потенциальным наставникам были высоки. Старш работа в должности не менее трех лет, авторитет в трудовом коллективе, профессиональная компетенция, успешность в производстве, активность, опыт публичных выступлений, коммуникативные навыки и, конечно, желание развиваться и помогать другим расти над собой. Получив необходимый объем знаний, внутренние тренеры приступили к своим непосредственным обязанностям. На предприятиях «Металл Инвеста» стартовали обучающие курсы, где бывшие ученики стали наставниками. Сотрудникам Управления по развитию производственной системы было проведено специальное обучение. То есть, по сути, мы являемся теми провайдерами, которые притворяют в жизнь все то, что заложено в философии производственной системы, и пытаются донести до работников комбината уже доступным языком, исходя из той практики, которая применяется в нашей деятельности. До этого обучали нас по программе «Тренинг для тренеров производственной системы». Сейчас мы учим руководителей, мастеров, линейных руководителей, мастеров, начальников участков, замначальников участков в рамках школы мастеров. Мы начали обучение в конце предыдущего года, ноябрь-декабрь, несколько групп обучили. И в этом году продолжаем обучение в рамках школы мастеров, учим, рассказываем про производственную систему. Должны обучить порядка 400 человек. Каждый из тех, кто проходил обучение, в какой-то области является специалистом, экспертом. И вот в этих областях они организовали, продумали тренинги. Непосредственно сейчас тренинг, который я провожу, он называется «Управленческий минимум». И, соответственно, он направлен на то, чтобы дать представление руководителям среднего и начального звена о каких-то основах менеджмента, об основных функциях управления. И в формате тренинга отработать какие-то навыки, какие-то умения на постановку задач, на планирование, на мотивацию, на организацию работы. Руководством было поручено мне, так как я прошла обучение в Институте внутренних тренеров нашей компании, проводить уже тренинг по теме наставничества в акционерном обществе «Уральская сталь». Данная форма взаимодействия на сегодняшний день признается как наиболее эффективной, так как позволяет максимально преподавателю, в нашем случае тренеру, взаимодействовать с аудиторией. Внутренние тренеры обладают большим уровнем доверия, чем сторонние преподаватели, говорят слушатели их курсов. Они более глубоко изнутри знают производство, ситуацию в подразделениях и предприятии в целом. Для обеих сторон образовательного процесса говорить на одном языке – это бесценно. Максимально сокращается дистанция между учителем и его учениками, а информация успешнее усваивается. Очень хорошо, что много таких курсов. Для всего руководящего состава, в том числе и бригадиров, требуются общие знания по системам управления комбината. Учение – это свет. Обучаться всегда нужно. Даже свободное от работы время я читаю и что-то повышаю в своей работе, в своем образовании. Очень важно, что на ГУКе появились внутренние тренеры, и к ним можно по своим каким-то вопросам обращаться и после того, как тренинги заканчиваются. В мои обязанности входит выдача на ряд заданий работникам, работа с людьми. И хотелось бы отметить большую пользу, которую приносит это обучение. Очень много моментов можно подчеркнуть для своей повседневной деятельности. Как улучшить работу персонала, как мотивировать работников на получение высоких результатов. Институт внутренних тренеров рассчитан в первую очередь на энтузиастов – тех, кто заинтересован в личном развитии, готов обучать других, работать над новыми точками роста компании. Это настоящая программа лидерства в эпоху позитивных перемен, где вовлеченность каждого сотрудника – залог повышения эффективности, конкурентоспособности и успешности «Металлинвеста». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...